здравствуйте дорогие друзья такой маленький выпуск видео уточнения мы с вами разбирали как понять что вы психологически или там психиатрически больны и возникло очень на вопросах много недопониманий поэтому я сейчас вам кое-что расскажу также вот моя коллега которая задавала мне вопросы как-то немножко так разочаровалась психиатрия даже хочу немного так в этом плане успокоить да коллег дело в том что наличие или отсутствие партнера не является ну вот только вот как бы из разряда приходит ко мне человек да он говорит вот какой пишет ну я просто выбрал соответственно выбор такой сделал не жить ни с кем ни с кем там не заниматься сексом ни с кем соответственно не встречаться это мой личностный выбор ну во первых я должен уточнить реализовал человек свою репродуктивную функцию семейную может быть там уже есть дети и соответственно тогда человек социально живет принципе правильно и он в принципе уже реализовался репродуктивную функцию потому что в норме за что борется медицина за сохранение репродуктивной функции в том числе потому что если человек по физическим психологическим еще каким-то состоянием не реализует какую-либо функцию в себе которая ему дана природы ну изначально значит что с этим организмом ну не совсем так потому что каждая функция она как бы должна использоваться по своему прямому назначению у человека значит далее если человек приходит и говорит мне даже пускай при условии что у него нет детей что у него нету партнера постоянного да нет партнера постоянного да соответственно он как бы получается что в группе риска находится может быть он живет один то долгое время живет один это не совсем нормально это выбивается и но из нормы но вот моя коллега хирург я думаю что она соответственно меня поймет то есть значит смотрите поступает допустим к вам человек с таким ну как бы не совсем вот истинным синдромом щеткина плюнберга может быть даже вот понимаете есть такие тревожные люди вы их попируете а там ну непонятно он везде охает сдохает и прочее должны вы еще его как-то пообследовать вы же будете дальше анамнез собирать вы наверно там расспросите его да там температуру померяйте крови сдадите я не знаю там может быть там снимки брюшной полости какие захотите сделайте но в общем будете его крутить так как вот принято у вас в хирургии крутить и вертеть вот в общем то пока вы не докопаетесь может быть это аппендикс эти боли какие-то может это вообще не аппендиксы там яичник и женщина приехала да и так далее и тому подобное тут точно так же вы приходите там неважно там к врачу к психиатру психологу если у вас есть какой-то ну словом симптом он должен с вами побеседовать и выявить и конечно если человек приезжает допустим как он приезжает с болями неясного генеза брюшной полости да соответственно точно также человек приходит но это все равно сигнал что что-то психики не так я понимаю что вы получили травмирующий опыт и это очень печально у меня тоже такой опыт был и соответственно это действительно личный опыт и личный выбор каждого повторять пробовать бороться с этой ситуации с одиночеством или не бороться то что человек один да это личный выбор каждого безусловно психиатрия на этом не настаивать психиатрия настаивает на чем на том что есть определенная статистика что когда люди живут одни по долгу без родственников без детей опять же мы должны расспросить есть социализация у человека может быть он много находится на работе много находится среди людей да много общается может быть он там у него есть хобби он после работы ходит спортзал и еще куда-то там может быть вот ну у него широкий социальный круг на самом деле сейчас социальные сети плюс минус все равно позволяют закрыть эту потребность или другое дело что мы человека опрашиваем и видим что он себе замкнулся работает он мало может быть не слишком сильно занят круг его социальный замкнут там из разряда работа дом работа дом все больше ничем не занимается и один из важнейших признаков которые я говорил что он если еще и не работает а только сидит дом плюс допустим наличие неряшливого вида и так далее то есть тут должен быть некий комплекс выстраиваться конечно если мы человека опросили и мы не видим у него никаких соответственно вот кроме этого нарушений да что чтобы что-то бросалось в глаза ну это тогда личный выбор но другое дело что если вот понимаете как крючочек такой выход у человека цепанули он говорит а я не это уже мне не нужен партнер вообще не думаю об этом считаю это плохо мы говорим о средопродуктивной функции как он говорит вы знаете я это не приемлю потому что ну считаю что в общем-то бог ра нам запретил это делать да вот мы его раз раз начинаем крутить а он в секте он там созависим сектой или допустим начинаем его крутить а у него депрессии или у шизофрения какая-то да то есть рядом стоит какой-нибудь человек в костюме клоуна его в алюцинации и запрещает ему все это делать понимаете вот всякие разные ситуации бывают поэтому соответственно здесь нельзя однозначно говорить вот прям сто процентов что это патология репродуктивная функция должна реализоваться у любого человека так или иначе да то есть в диете вообще в норме в социуме как-то он это должен реализовать плюс мы существа социальные чуточку плюс-минус мы с обществом должны контактировать если уж человек репродуктивную свою функцию опять же ну не выполняет вот сейчас да у меня постоянного партнера ну он не должен ее как-то так скажем совсем запускать то есть допустим у женщин ну хоть и тоже не полезно не заниматься сексом но это не так ярко происходит как мужчин потому что мужчин начинаются проблемы с предстательной железой если он ну полностью то есть не анонирует ничего не делает то есть годами то есть просто как-то там выпивает допустим и глушит процентов свои вообще все потребности поэтому соответственно здесь нельзя вот однозначно говорить делать какие-то резкие выводы вот особенно от коллеги коллеги своей хотелось донести для тех кто не ну не знает у меня эндокринология основная специализация да вот а вот у коллеги соответственно основная специализация хирургии я безумно признатель что вы меня смотрите в общем суть какая суть в том что также системно подходим как и к любому другому заболеванию делил резкие выводы но просто психиатрии обращают на всякие мелочи на всякую ерунду фактически внимание то есть для того чтобы уцепиться и еще как-то вот пойти дальше пойти дальше выяснить очень большое большое уделяется внимание тому как человек объясняет соответственно свою точку зрения свои убеждения почему он так поступает вот поэтому здесь никто не заставляет жить вас по каким-то правилам рамкам придуманным да главное чтобы это не несло вред если человек сам себе устраняет репродуктивную функцию да то есть как бывает что даже есть видеозаписи в интернете помните когда были у американцев вот эти вот прокатились случаи и там даже рассылали по телеграмм потому что везде заблокировано ну подростки удаляли прям дома себе яички была серия таких и они прям на видео это снимали там транслировали социальные сети серия скандалов вы можете это найти и по моему даже половой член себе удаляли не помню с чем это было связано но в любом случае вот сочетании допустим в отрицании да в таком какая-то у них идея была то есть они не основная идея вот в этих видео то что я находил источник это устранение репродуктивной функции они то есть допустим им кто-то запретил там менять пол и вот это вот вся история то есть это не про это вот причем подростки уже там лет 16-18 то есть такие как бы почти завершившимся таком основной основные пубертатные вещи они уже совершили завершились да то есть и вот и вот это вот членовредительства и такой вот такой отказ яркий да естественно это не норма то есть и нужно вообще разговаривать с людьми проводить опрос но очень часто вот приходит чай крайне неряшливая человека просто пахнет нужно человека опросить почему вдруг у него склонность к бродяжничеству и он ну бродяжничает ходит а это уже целая история тоже что такое бродяжничество так что дорогие друзья все очень неоднозначно нужно работать нужно делать консультации можете обратиться ко мне если вам интересно к любым другим психиатром обратиться психологом врачам у меня вот но именно эндокринологии это как основная работа психология психиатрия хобби и просто как бы как повышение квалификации есть то есть ординатуру я в психиатрии не соответственно не занимался ординатуре но и психиатрия не практикую больше конечно психологию вот значит что подписывайтесь на канал ставьте лайки я вас жду всех на а своих консультациях онлайн и да пребудет с вами здоровья дорогие друзья